Между тем состоялось очередное заседание законодательной палаты Али-Маджлиса. Депутаты обсудили ряд законопроектов. Среди них и проекты законов о конкуренции, о недрах, о внесении изменений в закон Республики Узбекистан, о ветеринарии в связи с совершенствованием государственного ветеринарного надзора и системы образования в области ветеринарии. В соответствии с основополагающим принципом невидимой руки, важнейшим механизмом обеспечения эффективности, пропорциональности и динамичности рыночной экономики выступает конкуренция. Ее наличие стимулирует производителей делать лучше, быстрее, качественнее, поскольку от этого напрямую зависит их прибыль. Прошедшее первое чтение проекта закона о конкуренции, объединяющий действующие законы о конкуренции и о естественных монополиях, призван решить целый ряд задач. Это и регулирование цен, влияние на антимонопольную политику. Это не только изменение внутреннего рынка и влияние на экономику нашего государства, но это и влияние на международные рынки. Именно для этого необходимо урегулировать все механизмы и создать все условия для того, чтобы существовала здоровая конкуренция. И, конечно же, это регулирование тех преференций и льгот, которые на сегодняшний день существуют для определенных предприятий. Полномоченный орган должен контролировать, для кого создаются данные льготы и для кого создаются преференции. Потому что если государство обеспечивает льготами и преференциями определенную отрасль, то, естественно, уже предприниматели не могут свободно конкурировать, потому что стоят не на равных условиях. Далее депутаты обсудили, какие возможности предоставляет Измирский договор в случае принятия проекта закона, связанного с его ратификацией и представленного в первом чтении. Этот договор является основополагающим документом Организации экономического сотрудничества и ратификацией Узбекистана и создает правовую основу для полноправного членства в ней. Ратификация Узбекистаном Измирского соглашения создает перспективные возможности для деловых кругов, компаний Узбекистана, для расширения торгово-экономических связей в регионе. Дает огромные возможности для развития туризма и паломнического туризма в Узбекистане. Документ прошел третье чтение. Столь же проработанными парламентарии сочли законопроекты, которыми предлагаются изменения и дополнения в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием деятельности счетной палаты Республики Узбекистан, поправки в закон Республики Узбекистана о ветеринарии в связи с совершенствованием государственного ветеринарного надзора и системы образования в области ветеринарии, а также проект закона о недрах. Все они приняты в заключительном чтении.